Сегодняшняя встреча это не мой отчет или кем-либо за что-либо. Это продолжение открытого диалога с тем, что, насколько я понимаю, в урядах, скажем так, Чистопольцев или учителях участников типичного Чистополя назовели вопросы к работе администрации, непосредственно к главе, ну и, возможно, к моим коллегам. Глава Чистопольского муниципального района встретился с жителями города, в том числе с участниками интернет-диспутов. На эту встречу были приглашены также представители организаций и различных служб города, для того, чтобы совместно дать исчерпывающие ответы на все задаваемые вопросы. В городе, не ошибаюсь, что только ничего не делают. В городе не так уж мало сделано, не так уж и мало делается, но при этом я, главное, хочу сказать, что действительно параллельно в городе Чистополь, действительно их много. По словам Ильдуса Ахмедзянова, самые болезненные проблемы для города на сегодня это аварийное жилье, дороги и безработица. И именно по переселению из аварийного жилья было задано немало вопросов. До 2017 года аварийное жилье будет расстелено, но у нас нету стопроцентно уверенности, что оно у нас простоит еще хотя бы год, потому что там до такой степени все уже плохо. До 2017 года мы же доживем или нас просто завалит нашими домами? Уже в отделе принесли то, что вы совмажаетесь на переселение условий, которые сегодня в СССР продавят. По 11 тысяч? Да. По 11 тысяч покупается только то, что действительно вы владельцами являетесь. Являетесь. В ЗАМИ вам продавляет квартира сегодня соответствующая санитарным логам, которые сегодня в городе есть. То есть по количеству ваших жильцов, вашей семьи. Причем вторую часть квартиры, в которой вы заселитесь, вы можете вообще за нее не рассчитываться. Но единственный здесь момент. Вы, собственно, в новой квартире будете на ту долю, которую вы сегодня имеете. Остальное, я так говорю, остальное будет доля государственного жилищного фонда. При этом, если по доходу вашей семьи вам не будет средств хватать для того, чтобы рассчитаться, с этой оставшейся разницей, никто из этого дома квартиру, извиняюсь, никто выселять не будет. И ваши дети, и ваши наследники будут иметь право в этой квартире жить. Поэтому я считаю, что никто ваших прав не очень влияет. Но здесь подчеркну, при доходах вашей семьи, ваших родственников, позволяющих вы купить эту часть, вы ее выкупаете и становитесь полноправно собственниками этого дома. По словам главы, семья в такой квартире может проживать долгие годы, передавая ее своим детям по наследству. Единственное ограничение в том, что продать ее будет невозможно, пока определенная доля находится в собственности государственного жилищного фонда. Когда разрешится наш вопрос? Побудет ли два? Я уже сразу по фамилии понял ваш вопрос. Но на самом деле не смешно. Ваши вопросы достаточно сложные. Поверьте, мы вашими вопросами занимаемся. Уже написано, но пока вместе с вами ждем. Поверьте, вас, как говорится, на производство вы никто не бросил. Но надо понимать, что просто дать квартиру сегодня это очень непросто. Сегодня аппарат президента хочет рассматривать варианты, и в какой форме можно это сделать. Немножко, кстати. Немножко? На встрече зашла речь и о маневренном жилищном фонде. Была озвучена просьба помочь матери-одиночке в получении такого жилья. Поскольку, оказавшись в трудной жизненной ситуации, она вообще не имеет крыши над головой. После остановки на учет, ваш вопрос будет рассмотрен. Какое имеется жилье, пожалуйста, вам дадим перечень домов, квартир, которые у нас имеются. Муниципалитет свободен, если у вас такое устроит, пожалуйста. Но, к сожалению, жилье, которое у нас имеется, не было бы устроено. Говоря о дорогах, особенно весной, Ильдус Ахмедянов поделился текущим положением дел. Надо понимать, что из года в год, как бы ни было тяжело, на тех улицах, где есть, скажем, на трассах, где у нас есть общественный транспорт, где основная транспортная нагрузка, по-другому, эти дороги не делаются. Но надо понимать, что, в первую очередь, бюджет Читаково-Констанского района самолитационный. И, в принципе, за выполнением или освоением какой бы то ни было программы, нам приходится обращаться в правительство Татарстана. И надо понимать, что и так, к сожалению, не так все хорошо. Если вы внимательно отслеживаете средства массовой информации, предъявление итогов года, было сказано, что бюджет Республики, он тоже, к сожалению, скажем так, натянут. Что же касается безработицы, то, как узнали все собравшиеся, большие надежды на решение этой проблемы возлагаются сегодня, в том числе, и на дальнейшее развитие в Чистополе индустриальной площадки. Тяжело начиналась федеральная программа индустриальной площадки, но надо понимать, что, опять-таки, если отслеживаются средства массовой информации, присутствует мировой кризис, присутствует напряжение в экономике Российской Федерации. И сегодня не то, что резервы не хотят, сегодня банки не дотропятся выделять судные кредитные средства для того, что предприятие сходить. Но при этом хочу сказать, что на следующий день одно предприятие, вы уже знаете, у нас нормально, стабильно работает. Еще два предприятия уже, в принципе, там ограждение сделали, в этом году начинают. И еще два предприятия в этом году планируют начать свои работы. Поэтому я считаю, что и в этом плане у нас перспективы достаточно, они открытые. Если у кого-то есть мнение, что на эту площадку могут издаваться какие-то иностранные там и, ну, не огородные предприятия, это тоже ошибочно. Если у кого-то есть какая-то бизнес-идея, и для этих торговцев могут успешно на эту площадку зайти и создать свое предприятие. На организованной встрече прозвучали десятки вопросов, касающихся разной деятельности города и района. Одного из пришедших на встречу заинтересовало состояние сельского хозяйства. По сравнению с 2011 годом, 2013 год, у нас сокращение поголовок РС на третье и урожайность в два раза. В чем причина? Ну, такой вопрос можно задавать вот человек, который вообще никогда не работал и, не хочу убедиться, не понимает, насколько это сложно и физическое отношение, и экономическое отношение тут. Хотя, насколько я знаю, сегодня вроде на музее работаете. И там сегодня тоже легко. Ну, а по поводу сокращения количества скота. Надо понимать, что, я думаю, что средства массовой информации, те же вы многие смотрите, сегодня очень непростая ситуация в системе Вамина. К сожалению, для того, чтобы рассчитаться с старыми долгами и с текущими долгами, руководством существующего Вамина, но теперь еще раз повторюсь, просто молоком называется, значит, было принято решение о сокращении, ну, скажем так, некачественного поголовья. Под словом «некачественное» развивается от малого уровня коррой, если говорить, соответственно, ОКРС. Это раз. Второе. Второе. Значительное стяжение поголовья у нас в районе, вы об этом не сказали, у нас был в Старстах Семенокомплекс, он, к сожалению, тоже судьба его завершилась. Глава ответила на вопросы, связанные с деятельностью бывшего чистопольского депутата Павла Максимова. Максимов, сразу скажу, что пока его не судили, никто не имеет права его обсуждать. Как только суд прошел, он сразу написал заявление, и решением сессии он сегодня на депутатской деятельности на стране. Но то осенью еще время есть, посмотрим, выборы все равно будут, возможно, что на этом участке выборы выйдут. И кто же будет избирать главу в недалеком будущем, депутаты или народ? Некоторые из собравшихся предложили внести в главный документ города изменения, касающиеся предстоящих выборов в 2015 году. Говорят, что чистопольцы никак не участвуют в выборе главы, я с вами здесь не согласен, потому что депутатов выбирает народ. Но если депутаты выбрали адекватных, вернее, извиняюсь, чистопольцы выбрали адекватных депутатов, я так думаю, что эти адекватные депутаты смогут выбрать остального главу. Не говорю, что меня. Думаю, что от этого нужно просто. Говоря о поддержке малого бизнеса, прозвучало нарекание в адрес городских служб, препятствующих, по словам выступающей, в реализации проекта строительства частной конно-спортивной школы. Одной из причин неудачи стал земельный вопрос. За этот клочок земли, полтора гектара сельхозземли, с меня потребовали огромную сумму. Ее выставили. Это 400 тысяч рублей, полтора гектара, обращаю ваше внимание. И причем никто не учел, что эта земля бывшего зверсокуза, эта свалка, заросла на лесу. Там чистить надо, не 400 и не 500 тысяч еще вложить. И вот на этом этапе, когда я это увидела уже, все мои идеи, все мои желания со всеми моими документами с книжками я тут же и похоронила. И у меня создается такое впечатление, что вот мой малый бизнес, я сейчас не говорю о крупном бизнесе, о малом бизнесе, да? И вот в чиновнике существует огромное препятствие между нами, преграда. Я очень сожалею, что вообще вы каким-то образом со своей очень хорошей идеей, подчеркиваю, выбрали. Вот, и, наверное, за коллега принесу извинения, потому что, вот, коллега меня отолубались, потому что именно этим видом деятельности экономики я лично немало усилий пытался предложить, чтобы это у нас пошло. В республике создан новый комитет по туризму. Ну, это одно мунистерство. Значит, Иванов Сергей Евгеньевич, он позавчера здесь был. В том числе этот вопрос, развитие коннотуризма в том числе и конноспорта, мы с ним пообсуждали. Но я так думаю, что в ближайшее время он еще со своими заместительными командами приедет, и он просто для вас надо. И, конечно, оправдание, а пояснение. Земля оценивается не нами. Оценится независимо, значит, оценщиком первое. Еще надо администрация, чтобы нашла на этой деме, чтобы оценщик оценить, да? Вот, и ни одну землю, ни один плачок земли, будь то айленда, будь то выкуп земли, без выставления на конкурс мы реализоваться сегодня не можем. И здесь вот, ну, хоть что делать, тут они были виноваты, тут, ну, закон на самом деле. Но данный проект был одобрен главой, и в перспективе есть уверенность, что такая школа у нас все же появится. Глава также сделал акцент на развитии туризма и музейного объединения. Не без гордости рассказал о заинтересованности Министерства культуры России в представленном проекте. Мы дошли уже до Министерства культуры Российской Федерации. Министерский приезжал, ему на прошлый день было презентовано наша программа развития музеяного объединения. И я надеюсь, что Министерский вообще заинтересовался нашим городом и готов приехать лично сюда. Поверьте, это большого стоит. И, в общем-то, уверен, с развитием музеяного объединения, с развитием туризма у нас и набережная преобразится, у нас и тротуары преобразятся, у нас и дороги преобразятся, и здания преобразятся. Но, говоря о зданиях, не все, наверное, знают, с прошлого года у нас было установление республики о создании достопримечательной зоны. И у нас предстоит очень большая работа с тем, чтобы фасады и самокладное рекламное участие по улучшению Кармаркса привести в соответствие, в историческое соответствие. Потому что, развивая туризм и все остальное, нам, конечно, надо воссоздать ту идеологию, архитектурную идеологию 19-го лета, чтобы это все, опять-таки, пришло в нормальное соответствие. Такая встреча состоялась впервые, поэтому люди старались получить как можно больше ответов на давно волнующие их вопросы. Например, о судьбе одного из архитектурных достояний города – Ночлежки. Я являюсь патриотом города, мне не нравится судьба города, чисто более из-за этого я хотел бы несколько вопросов задать, если это случай предоставили вот такой. Ну, один из вопросов касается, почему проставят и рушится памятник архитектуры около Нижнего рынка, то есть около Собора. Он в федеральный реестр входит. И еще раз, к сожалению, ремонтно-реставрационная работа таких объектов, они стоят очень долго. Первый хозяин, который у муниципалитета его выкупил, Абдулли Толгатный Хатыч, поняв, что восстановление его очень дорого будет стоить, достаточно успешно, его платят в частности. Они говорят, по той цене, которую они приобрели, это в пределах 3,5 миллионов они готовы продать. Поэтому я открыто говорю, если вы называете себя патриотом города, вот, вершина у нас этот вопрос не раз поднимала. Я предлагаю найти совместно с нами, вам найти спонсора, который готов был осилить этот объект, потому что не только для вас, для нас, для всех частопольцев, этот объект действительно владеет юнг, его надо восстановить. Но я при этом хочу сказать, что мы себе этот вопрос не снимаем, мы все равно этим будем заниматься. Понятен был и вопрос, связанный с закрытием инфекционной больницы с 1 апреля. Где теперь будут лечиться инфекционные больные? Стравоохранение сегодня не по ступолитету, а по ступолитету, а по ступолитету юридически. Первый вопрос, второй вопрос, значит, на все помни, меня заверили, что если даже по себе какая-то инфекционная проблема в городе будет, ни один больной, он без внимания не останется. Но и как момент, значит, вы знаете, что в прошлом году у нас в ходе места были урезаны, значит, до порядка 30, сколько места нам еще, как бы, вернули в районную больницу. Но и сегодня нам задали главному врачу Чистополского района с тем, чтобы на случай, значит, вот таких вот, как вы сказали, опасений, были, скажем, палаты и территория районной больницы с тем, чтобы она могла отсекаться от остальных. Одного из участников интернет-диспутов очень интересовали вопросы, связанные с дальнейшим благоустройством родника Аксакал и с развитием в Чистополе футбола. Говоря о спорте, глава подчеркнул, что сегодня в городе для всех желающих открыты спортзалы учебных заведений и спортшколы. Вспомнили о недавно состоявшемся чемпионате по армрестлингу на призы мечети АНАС, который привлек к себе внимание спортсменов из самых разных государств. Мы все сеты на то, что в городе не проходят мероприятия, в том числе спортивные. На самом деле мы никуда не ходим, а потом сидим за компьютером, жалуемся, что у нас в городе ничего не происходит. И вот меня даже утром поправили, но правда я из города не был, у нас народный ансамбль русский с аншлагом в том же нашей Чистополе нескольких концертов. Я думаю, что в этом тоже не было. Я имею в виду, честно сказать, про футбол. В интернете люди жалуются на то, что они сами складываются и едут на соревнования. Это вопрос тоже. Вопрос как раз по участию на выездных соревнованиях, независимо от футболок или какой-то другой вид спорта. Действительно, этот вопрос есть. И скажу вам, что каждый год все министерства проводят коллеги отчетные. На коллегии Министерства спорта и молодежи при участии президента Республики Торстана этот вопрос действительно будет. И президент дал указание этот вопрос рассмотреть. А какие-то решения пока, к сожалению, нет. Но, поверьте, и муниципалитеты, и работники Министерства этот вопрос подняют. Потому что, действительно, не только у нас в каждом районе этот вопрос стоит. И, к сожалению, молодые ребятишки при выезде там. Понятно, что папа-мама скидывается, и спонсоров, и считают вопросом, ну, в некоторой степени и финансовое, и морально тяжелое. То, что касается паспорта, я считаю, что в Чистокле у нас именно по футболу активисты есть. Иван Грачок, я думаю, что вы его знаете, он достаточно активно этим видом спорта занимается. Но, к сожалению, по покрытию пола, значит, несколько лет нам уже покрытие пола, извиняюсь, поле, значит, обещает. Но каждый год мы возобновляем этот вопрос, он тоже не дешевый. И выясняется, что покрытие поля футбольного, оно непросто. Потому что нам сегодня придется поле вообще его, если так, демонтировать, делать антренаж и уже стелить новый. Но надо понимать, что это очень и в физике, и в деньгах, которые мы стоим. Но хочу сказать, что ответ на вопрос он не снят. Над этим мы работаем, и не раз уже мы в госсовете непосредственно писали, что этот вопрос совершился. Также интересовало отношение главы к введению норм ГТО, имеющих свою популярность в советские времена. Недавно президент России подписал указ о ГТО, то есть готов трудообороны. Как вы рассматриваете вот этот вопрос, как считаете? Двумя руководителями за. И планируете ли с этим законом, с указом, что-нибудь в городе насчет ГТО? А вот уже в ближайшее время планируется создать инициативную федерацию «Воркаут» и в мае в Чистополе провести первое в республике первенство. Первенство республики мы проведем, один из первых в республике. Но это еще означает, что ИОН по своим силам приложит, и Смирков Виктор Васильевич тоже над этим работает, с тем, чтобы ДМР, кроме депутатов, еще и мы есть, значит, в скорейшем саду, по дворах будем устанавливать турникеты для того, чтобы ребята могли заниматься. Ну, а было бы здорово, если бы вы, в том числе, через Чистополе, поднимали молодежь, чтобы они тоже выходили на субботники, нашли там опоры, нашли перекладины, не только ждали от исполкома и от депутатов, а сами-то давали вопрос, что ли? Будут созданы еще в нескольких микрорайонах спортивные площадки, можете сейчас уже посмотреть на мельничные, ограждение есть, универсальная спортивная площадка, там покрытие подходит под баскетбол, волейбол, мини-футбол, также в выселках уже это, они как бы строятся, и плюс три на очереди, это кирпичный завод, значит, будет поселок Луч и дом школьников. То есть, как сказать, как уж после этого говорить, то, что у нас в городе ничего для спорта не было. Было бы желание, приходите. Сегодня вопрос главе можно задать на официальном сайте Чистопольского муниципального района, а также при личной беседе в дни приема в каждый вторник. Подобную же встречу решено провести еще раз, а времени и дате все будут проинформированы в СМИ. Если такие встречи нужны, я готов. Я готов встречаться, но вот я считаю, что достаточно у нас нормальный вид и вопрос озвученный. Если я там или мои коллеги, мы смогли на ваши вопросы ответить, я этому очень рад. Но я, скажем так, в некоторой степени огорчу, что ни один из админов в ТПЧ сегодня решился прийти. Сегодня никого, никто наказывать не собирался. Давайте друг к другу относиться по-граждански с уважением. В остальных делах я бы еще раз хотел все-таки, давайте больше говорить о хорошем, давайте о созидании говорить. Тогда просто, если будем друг другу чаще улыбаться, жить станет легче. Я бы всех к этому призывал. И поверьте, все, я считаю полис, никуда отсюда уезжать и в ближайшее время не собираюсь. Я как в 2010 году говорил и сейчас повторяюсь, все вопросы, тяжелые вопросы, которые в городе есть, поверьте, не я, мы. Вот с этой командой, мои коллеги, мы не знаем. Но, к сожалению, как вы сказали, мол, да, я не волшебник, я только учусь. К сожалению, многие вопросы, как то асфальт, тротуар, жилищная проблема, капитального ремонта, к сожалению, стоят больших денег. И, к сожалению, сегодня никто, ни Путин, ни Миниханов, ни Ахмедзианов в одночасье выделить столько денег не может. Но, поверьте, свои усилия для того, чтобы чистопольцы жили лучше и жизнь стала лучше, мы предпадываем. И еще один момент, я еще раз говорю, если есть интересные идеи по созданию какого-то бизнеса, каких-то направлений, конкурсов, соревнований, мы готовы встречаться, готовы разговаривать. И, поверьте, вот все коллеги готовы этому участвовать.